Всем привет! Всех приветствую! Добрый день! Меня зовут Алена Ли, мне 53 года. Я мама двух ангелочков. Одному 19 лет, другому скоро 30. Я кондитер со стажем, но кондитером я была не всегда. Я закончила педагогический университет. Я вообще учитель русского языка, литературы и английского языка, но работала всю осознанную жизнь. Практически работала в офисе. Работала в офисе очень плотно, долго. Последнее место работы, 10 лет я работала в представительстве японской корпорации. Я взяла деньги, и многие понесли меня на учебу именно по декору тортов. Тогда в моду входила мастика, и я просто смотрела и не могла насмотреться, я не могла понять, как это вообще возможно. Печь любила всегда, но чтобы заняться этим и зарабатывать, вообще таких мыслей не было. И не знаю, что меня повлекло вот так вот пойти и отучиться. Отучилась, я стала делать мастичные торты. Все пошло не сразу. Я поехала в Корею. У меня сын поступил тогда в университет. Я поехала ему якобы помогать, но приехав туда, я поняла, что у меня нет ни языка, ни образования, которое нужно корейцам, ни работы, ничего. И я сидела, два месяца я плакала, потому что деньги заканчивались, и не видела никакого выхода. Я тогда робко-робко зарегистрировалась на фейсбуке, написала один пост, что я делаю тортики на заказ. И дальше пошла плакать. И вдруг кто-то спросил, кто-то посоветовал меня. В общем, я сделала первый торт, пришел первый заказ. И он такой получился хорошенький, красивенький. 3D торты мастичные тогда никто не знал в Корее. И тут бац, такой вот торт, все съедобно, все удивительно. И с тех пор у меня не было уже простоя, не было у меня проблем с заказами. Я стала уже конкретно работать именно вот в этом направлении. Чего только не было. Эти 3D торты, они были и в виде рояля, и в виде домов, и в виде сумок. И это все было очень интересно всем. И, конечно, все с удовольствием заказывали. Можно начинать, оказывается, в любом возрасте. Я уже начала, мне было за 40, делала чего-то с маленького. Начала какие-то маленькие цветочки, маленькие зверюшки. И потом, я не знаю, срослась я с этим кондитерским делом, прям даже не представляющая себе другое, ничего. Я в офисе сейчас, наверное, бы просто заснула. Я не могу, мне уже скучно. Мне хочется что-то, вот это движение, борьбу. Ну и потом, когда получается, наверное, это тоже подстегивает. Хочется сделать еще что-то, хочется дальше-дальше. Люди тоже делают интересные заказы, и им приятно получить торт, который специально для них сделан, согласно их интересам, согласно там, или интересам именинника. И все, раз, нахлынуло, увлекло, и все. Я поработала и на себя. Потом я вернулась в Ташкент, работала в большом кондитерском цеху, и там тоже набралась опыта. Потом меня снова позвали в Корею, но уже в качестве кондитера, потому что знакомая открывала там кондитерские студию, и попросила помочь на первых порах. И что я заметила, стоя вот так вот прилавкой и помогая людям выбирать кондитерские изделия. Кто-то отказывался, потому что мы все на диете, у кого-то диабет, кто-то просто не хотел поправиться, кто-то уже с лишним весом. Вокруг девочки, кто работал в соседних магазинах, они вообще нас проклинали. Зачем вы открылись возле нас, мы набрали уже два килограмма. И я поняла, что как много, какой большой слой клиентов мы не можем охватить от того, что они не могут это есть. И тогда потихонечку у меня как-то где-то я слышала ПП, где-то слышала ЗОЖ, где-то что-то без сахара. В общем, тогда только-только мне начало в голову вот это приходить. Я смотрела в интернете ролики, там большой качок у себя дома, делала какие-то печенья овсяные, похожие на котлеты. Вот это все, что было ПП. Но вы же знаете, интернет как. Ты только подумаешь, что тебе надо делать ремонт, он тебе уже предлагает обои. И мне тоже пришла реклама на курсе ПП-выпечки. Я смотрю фотографии, не могу понять, неужели можно сделать крем, неужели можно сделать что-то в виде торта. И я пошла, не имея никаких возможностей. То есть я жила в общаге в тот момент. У меня не было ни печки вообще близко, ничего. Я просто работала в кондитерке. Работа в Корее очень сложная. Мы работали 13 часов, у меня был официальный рабочий день, но мы всегда работали больше, 16-15 часов. Это была норма. И вот все равно я так сильно хотела, что я записалась на курсы и договорилась с хозяйкой. И я как первоклашка, уже мне 40 с чем-то лет, и я как первоклашка сдаю и переживаю, поставит мне чего-то, как примут мою работу или нет. Вот. Но было очень интересно. Это настолько меня захватило вот это ПП. И даже то, что я готовила для домашних заданий, я это тоже продавала. То есть тогда уже находились желающие, которые с удовольствием забирали эту продукцию. И сейчас я делаю продукцию без сахара, без пшеничной муки, без сливочного масла, облегченный в калорийности и только из полезных продуктов. Вот. Таких пирожных у меня 8 видов сейчас. И кроме этого еще есть много мелких штучек десертов. Это зефир, это моти без сахара, картошка, эклеры. Я делаю меринговый рулет, делаю торты. В общем, все для здоровья. На диабетиков. Потому что в ПП тоже много разных вопросов, много разных и споров, и много всего. Есть кето-направление, есть там по дюкану, есть белковое и так далее. Я выбрала диабетиков. Потому что диабетики – это люди, которые по предписанию врача, по состоянию здоровья не могут есть сладкое. А когда не могут, им хочется больше даже, чем нам, который худеет-худеет, потом сорвался, да, ну, ну, сорвался, ну, ладно. А для диабетиков это, конечно, жизненно важно. И я вот выбрала это направление. И продукты, которые я использую, все стараюсь, чтобы подходили именно диабетикам. Мои изделия очень вкусные. Я над ними очень работаю, когда я прорабатываю какой-то десерт. У нас все холодильники, морозильники этим забиты. Девочки выносят домой, мы все едим. Иногда это месяцами происходит, да, чтобы вот вкусный десерт получить и полезный. Иногда хочется сдаться, сказать, все, не буду его делать, но все равно потом как-то, видимо, хочется дойти до конца и победить этот десерт. Вот. И так что десерты мои вкусные, могу это точно сказать. Ну, я вам скажу, что начало всегда трудное. Я же вам рассказывала, как я два месяца плакала в Корее, не знала, куда себя деть. Кстати, я тогда могла ведь сломаться и пойти на завод работать. И работа там, в принципе, есть. Но я все равно как-то вот ждала, что настанет мой час. Все равно как домой возвращаться тоже не вариант. Я что-то искала, надеялась. И вот так получилось, что у меня пошло. Но начало трудное. Потом, когда я вернулась сюда и здесь уже продвигала ПП людям, приучала их к ПП, тоже начало было сложное, конечно. Очень было тяжело, но я даже не знаю, как это пошло, в какой момент это пошло. Все равно, как говорится, большое путешествие начинается с первого шага. Надо его сделать. Надо сделать и надо идти. Я приехала в Ташкент, накупила различных видов муки и так далее. Кое-какую муку делала сама, потому что не все было на рынке. И женщина обратилась ко мне через Фейсбук. И она у меня заказала капкейки. Всего 10 капкейков. И у меня весь дом был в капкейках, потому что пока я добилась того, чего не стыдно продать. Ужас. Этого не было дохода никакого. Это был большой минус. Но зато я сделала капкейки, наполнила их, сделала крем. Все. И отдала ей. Она была довольна. Потом еще несколько раз обращалась. Так что первые шаги, они такие. Наверное, через полгода я почувствовала, что я зарабатываю на этом. Потом, уже спустя это время, я осмелилась, как говорится, взять себе помощницу. Не знаю, чем я буду платить ей, когда я совсем сама тоже без зарплаты. Но оказывается, чем больше тратишь, как-то больше приходит. Я рассчитывала с ней, и мы работали, и клиенты были, и работа была. И мне что-то оставалось. У меня нет торговой точки. Поскольку я самозанятая, мой статус не позволяет иметь торговую точку. Но я работаю онлайн на заказ. Продажа идет как бы через три канала. Сарафанное радио, потом телеграм-канал и инстаграм. Вы можете найти меня в инстаграме, аленали71. Просто наберете в кириллице аленалипп, и я у вас в первом списке буду. Я делюсь людьми полезной информацией. У меня вы можете найти бесплатные рецепты и много советов по поводу кондитерки. Вы можете просто даже в личку писать, я с удовольствием отвечу. У меня не было такого наставника, который сказал бы, начни с этого, начни с этого, следующий этап вот этот. Я как-то все сама, и поэтому у меня было очень много ошибок. Я очень часто бегала с тортом, с которого течет мусс. Я не знала, добежать все-таки до холодильника или вернуться обратно, и я пока не закапываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я добилась того, что я обеспечиваю свою семью. Я довольна, конечно, своей жизнью, потому что я занимаюсь любимым делом. Если бы я не любила, я бы, наверное, не выдержала вот этого вот многозадачности. У меня очень большая многозадачность. И поэтому, наверное, мне несложно это делать. Я люблю работу свою, работаю с удовольствием. Когда приходят отзывы, у меня вообще еще появляется энергии еще дальше делать. Отпадает желание спать, есть и так далее. Я очень люблю своих клиентов. Благодарна им за то, что они ценят меня тоже, за то, что они с удовольствием покупают у меня и делают хорошие отзывы. Даже если не делают отзывы, все равно, когда они приходят повторно, я очень рада. Когда я довольна результатом и когда мои клиенты довольны, и я сделала все, что запланировала за день, и я стала немножко лучше, наверное, чем была вчера, тогда я довольна. И я могу сказать, это было классно. Наверное, самая полезная черта у меня в характере – это целеустремленность. Человек целеустремленный, он как-то идет к цели, у него большая мотивация, и он всякие мелочи не замечает. Целеустремленный человек вытерпит все. Когда я была в Корее, мне как-то окружающие заметили эту мою черту и сказали, что да, я многое терплю, потому что у меня есть цель. Сейчас это всем известно, что лучше попробовать может выстрелить, да, но если не попробовать, то уж точно не выстрелит, да. То есть пробовать надо и добиваться надо. Если это твое, то надо идти и вот как капля воды может пробить дырков даже в камне. Вот точно так же, я тоже, я себя этой ощущала каплей, я вот ощущала, что я бьюсь в стену, и я надеялась, что когда-то ее пробью. И я пробила эту стену, да, своим лбом. Надо все равно идти вперед, не надо сворачивать. Было много мыслей, а может туда, а может сюда, да может пойти просто работать на кого-то. Но оказывается, твои труды, они все равно зря не проходят. Каждый твой шаг – это шаг, который не просто так. Надо давать себе установку, что все получится. Не надо сильно думать. Если задумаешься сильно, то вообще не захочешь просыпаться на следующий день, что вдруг тебе что-то случится или вообще все будет плохо. Надо идти вперед и думать о хорошем, заниматься любимым делом. Когда хочешь этим заниматься, найдутся и силы, и какие-то средства, и время, и все это как-то находится. Людям, у которых есть какие-то идеи креативные, это очень большой дефицит. Все идут, многие идут по шаблону. Если вы необыкновенный какой-то человек, у вас есть креативные идеи, но вы боитесь их показать, вы не бойтесь. Вы не обязательно бросать работу и идти свои показывать креативные идеи. Надо сделать это, можно сделать это постепенно, параллельно. Но глушить в себе свои таланты не надо. Если они есть, надо их развивать и нужно их показывать другим, потому что, возможно, кто-то ждет, чтобы вы пришли и показали им это. Не стойте на месте движения жизни. Старайтесь сегодня быть лучшим вариантом себя вчерашнего. Каждый день, чтобы хотя бы что-то новое вы познали, интересуетесь, будьте любопытными, будьте вредными. И вообще, дверь открывает тому, кто стучится в нее. То есть, если будешь стоять на нее смотреть, кто тебя откроет. А ты сучись, ломись, не пускают, в окно иди. Не пускают, еще что-нибудь придумай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok